приветствую всех на канале на ремонте iphone 7 не включается есть короткое замыкание по vccm то есть по первичке при при старте уходит в блокировку защиту разбираем плату и смотрим что греется сейчас настрою камеру более менее телефон еще не разбирал выкручиваем все винтики и болтики и смотрим что в нем неисправно так уже открутил а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Давайте сначала на Тристар, чистенько, коротыша нету, нагрева нету, с обратной стороны тут особо нечему греться с этой стороны Нагрева нету, снимаем вот эту часть Смотрим под микроскопом, криминала тоже нету Так, вот тут греется естественно буст, нагрев на бусте 34 градуса Это вот эта микрушка Чтоб ее не снимать, сейчас покажу по схеме Нам после буста надо подать 4 вольта на линию Отсоединяем питание, сейчас покажу и под микроскопом и по схеме То есть при подаче у нас греется сейчас вот эта микросхема, это буст Она будет греться, так как она первая по цепи питания идет После нее питание эти расходятся на плату и соответственно после нее есть коротыш Греется буст, так как он идет первой по цепочке, что будет в нагреве Переходим к схеме и посмотрим куда подключить питание Сразу подготавливаем проводочек Так, запускаем программку Что-то затупило Программка Rayfox Вбивайте Google, программа в бесплатном доступе Скачивайте, регистрируйтесь, пользуйтесь Свои задачи она выполняет от и до Платные по сути тут в принципе и не нужны Платные хорошо покупать, я советую где-то на годик Платные, в платных много подсказок, много всяких полезных вещей Плата у нас Intel Вот, короче платную я вам рекомендую купить только Для того, чтобы хорошо вникнуть и разобраться в эти айфоны А потом она уже платная, в принципе не столь актуальна Будете делать уже в большей степени наверное на автомате Понимая что куда лезть Так, по бусту Значит по WCC Mine мы подаем питание Соответственно эта нога Она раздает на Tigris и вот на вот этот вот Q11001 Он в свою очередь выдаст питание по плате Вот WCC Mine Вру PPWDD Mine И это питание у нас как раз сейчас находится Как бы в каратэше Можно проверить вот на этих кондюрах Вот на этих Смотрим Так Картыша нету, обманул Значит соответственно По ним короткого нету И уходит уже значит короткое с буста Буст греется Вот питание буст WDD Mine приходит По нему короткого нету А уже после него Есть Коротыш Соответственно меряем сейчас на вот этом кондюре С2304 Вот что на нем Красный на землю Так Вот этот Вот он видите Он в коротком На него же и подаем питание Линия 4,2 вольта Сейчас покажу под микроскопом Вот он буст Вот он этот кондер Плюсовой на землю Вот он конденсатор Видите Звонится Поэтому питание С WDD Mine PPWDD Mine Сюда приходит Уже с буста Питание Которое Регулирует На плату питания То есть смысл этого буст То что мы на него Можем до 5 вольт подать И он будет Выдавать все равно Допустим 4,2 Если будет просадка Аккумулятора Допустим там до 3,6 Буст автоматом Приподнимает это питание И у нас все равно Здесь будет 4,2 То есть как бы работает По такому принципу Короче подпаяемся К этому кондеру И вычисляем Неисправный элемент Так Так Надо подпаяться аккуратно, вот к макушечке подпаяю. Надо так, чтобы и его не порвать. Сейчас вот так вот закреплю, не охота проволоку Тонкую искать для этой цели. А если сверху припаять и дернуть, можно повредить керамику конденсатора. Поэтому максимально аккуратненько. Все, есть. Подаем питание на эту линию и пробуем смотреть по тепловизору. Тепловизор у кого нет, используйте фрезер. В принципе, я до покупки тепловизора справлялся с фрезером без всяких проблем, но фрезер, ой, фрезер тепловизор очень хорошо выигрывает в маленьких токах. Если ток большой, короче говоря, первичку вы однозначно с фрезером найдете, короткое замыкание. Подключаемся сюда питание. Массу отключаем, массу сразу подаем питание. Два вольта я пока выставил. Включаемся к тепловизору. Таким углом сделаю, будет, думаю, виднее. Так, масса. И касаемся массы. Так, вот что-то греется вот в этом районе. Или от кварца отражение. Когда от кварца может быть отражение. В данном случае отражение от кварца. Сейчас включу по схеме, еще посмотрю, где проходит по этим конденсатором. Какие линии по этим конденсатором могут быть подозрения, чтобы туда тепловизор направить. Так, сам контроллер питания. Ага, со стороны подсветки. Со стороны подсветки, вот тут маленькая микросхемка еще может быть. Пробуем. Вот видите, тут и нагрев. Вот он. Сейчас покажу в кадр. 58 градусов. Это у нас микросхема U3801. Где-то нашим. Так, U3801. И, соответственно, вот этот конденсатор. Это либо то, либо то. Чтобы детально разобраться, можем увеличить и увидеть проблемную зону. Давайте к микроскопу. Смотрим под микроскопом. Визуально видно, что поврежденная микросхема, да и конденсатор со сколом. Начнем с конденсатора. У конденсатора есть какой-то... Визуально видно, что керамика немножко поврежденная. Короче, снимаем кондер. То есть это самое простое. Изложить не сложно. Добавляем немножко припоя. Так, сейчас чуть-чуть уменьшу. Да, я думаю, конденсатор, ребят, керамика на кондере прям поврежденная. Добавляем флюс. Я его сразу выбрасываю, я уверен, что это он. По поводу микросхемы еще неизвестно. Так, теперь прозваниваем эту линию. Так, пробуем сюда. Пункт по нулям и сюда. Все. Надень напряжение 400 милливольт. Теперь, чтобы покажу на этом кондере, который у нас был. Все, 400 милливольт. Сейчас я чуть-чуть пропаяю. Так, ну и все. Теперь можем пробовать делать запуск. Подключаемся к экрану. Тестовый экран. И подключимся через вот эту, чтобы не подключать никаких дополнительных шлейфов. Так, семерка. Немножко промазал с кадром, но не суть. Так, пробуем. Кратко нажимаем. Появилось потребление. Еще раз нажимаем. Все. Есть старт. Есть потребление. Яблоко засветилось. И телефончик включился. ОК. Сенсор работает. Все работает. Все. Вот такой вот ремонтик. Всем, кто не подписался впервые на канале, не забудьте подписаться. Все, кто подписан, не забудьте оценить видео лайком. Всем пока. До новых видео.